Врача, ты врача, юга, юга, кумака, донго, донго, донго. В этом садике дети много говорят по-евенкийски, играют в национальные игры и даже учатся ездить на оленях. Сейчас в дошкольное учреждение ходят 35 ребят, а рассчитано оно на 50. К сентябрю садик перестанет быть юридическим лицом, с этим ивановцы уже смирились. Но когда узнали, что их единственные в области и венкийский детсад хотят перевезти в три кабинета местной школы, возмутились. Зачем его куда-то переносить? Его нужно просто сохранить. Нет, а зачем? Если ваша... Это кадры встречи районных властей с жителями. Видео нам прислали ивановцы. Родители говорят, в школе холодно, в классах бывает по 10-12 градусов. По словам властей, возможно, работы по утеплению здания проведут в этом году. А пока дошкольникам обещают дать самые теплые кабинеты. Но, по сведениям руководства садика, переоборудованные школьные классы не будут соответствовать требованиям безопасности. Так, площадь помещений будет ниже положенной. Место для одной спальни и двух буфетных не предусмотрено вообще. По площади, которая предлагается нам в школе, 127 квадратов, да? Она нам не хватает. У нас как-то были спальни вместе, да? Старшие и средние группы спальни. Роспотребнадзор приехал, и они нам сказали разделить, не должны дети соприкасаться. А там вот в школе получается, из-за того, что малая площадь помещения, мы там не сможем ни отдельно приемные сделать, ни отдельно буфетные, ну, то есть для мытья посуды, ни отдельно туалеты. Кроме этого, из-за перевода садиков в школу произойдут сокращения. Из коллектива 19 человек, спрощается 12. В основном это женщины, у которых на иждивении имеются дети. Если они будут увольны, то людям не на что будут жить. Многие семьи останутся без средств существования. В среднем 36 человек. Ну, для нашего села, конечно, это огромная цифра. Губернатор области недавно вот сказал, что сокращению кадров надо подходить индивидуально каждому, чтобы не было осложнений, как это случилось у нас в Центробанке. Районные власти сообщили, что закажут проектно-сметную документацию. Тогда будет ясно, как переоборудовать помещение школы, чтобы садик соответствовал нормам Санпина. А если сделать этого не получится, придется искать другой вариант сокращения расходов. Если не соответствует помещение, зачем тогда в это здание переводить, и оно не будет соответствовать этим Санпиновским нормам, тогда нужно посмотреть другой момент. Давайте тогда, сообща, посмотрим, где изыскать, может быть, предпринимателей, те золотари, которые сюда заходят, Регис, Пуксенко и так далее. Давайте посмотрим, чтобы нам сохранить это учреждение, потому что действительно денег не хватает. В год на содержание здания садика уходит примерно миллион двести тысяч рублей. Деньги в этом году выделены только на зарплату и коммунальные услуги. На ремонт канализации садика, обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдение, на мероприятия по дезинфекции средств нет. Без этого, объяснили власти, садик не примут к новому учебному году. Это нас же с области заставляют делать. Вы о чем, уважаемые коллеги, друзья, говорите. Нас заставляют не только детские садики, ведь нас заставляют школы объединять. И нам сказали, чтобы к первому января 2017 года у нас было восемь общеобразовательных учреждений из десяти. И вот теперь мы ломаем голову, а какие же школы нам теперь объединить. Все восемь садиков Селемжинского района к сентябрю перестанут быть самостоятельными юридическими лицами и будут относиться к школам. При этом реально перевезти садик в школу планируется также в селе Исса. В Агадже это уже произошло. В Кабалдо садик перенесут в здание конторы. В стойбе всех малышей переселят на один этаж. А ивановцы продолжат бороться за свой садик. Они написали письма в Заксобрании и в правительство области с просьбой сохранить здание. Наталья Храмова, Альфа-Новости.